До начала первого из двух обязательных экзаменов по русскому еще полтора часа. А перед 21-й Батайской гимназией, где разместился пункт проведения ЕГЭ номер 6110, уже собрались больше сотни одиннадцатиклассников. А вообще в этом пункте экзамен сдает 231 выпускник шести школ. Одна из них, Елизавета Шестакова, говорит, готовила русский язык самостоятельно. И только в начале мая взяла онлайн-интенсив, чтобы обобщить знания и скорректировать их под формат ЕГЭ. Сложно написать сочинение, потому что большое количество критериев, нельзя допускать повторов, речевой избыточности. И все эти нюансы надо учитывать абсолютно. Также сложное, там, шестое задание для меня сложное. Это задание, где нужно либо исключить, либо заменить, вот как раз-таки вот эту речевую избыточность исправить. Выпускник четвертой школы Ислам Юсуфов как-то дополнительно не готовился вообще и уверен, школьных знаний на ЕГЭ должно хватить. В школе подготавливали на высоком уровне, достаточно преподавательницы, наша классная руководительница по совместительству. Нам уделял много времени для подготовки и уделял нам дополнительные уроки для этого. Так что, я думаю, мы все сдадим. Святослав Басько из 10-го лицея, хоть и считает себя технарем, с математическим складом ума к гуманитарному экзамену тоже готов. И в силах своих уверен. На самом деле было не очень сложно готовиться. В основном подготовка шла в школе, в онлайн-формате с курсами в интернете, естественно. Ну и сам нарешивал. К слову, Святослав, обладатель медали юноармейской доблести, решил продолжить династию военнослужащих. Поступать будет в Краснодарское высшее военное училище. Для этого ему предстоит сдать информатику и профильную математику. Но сейчас надо настроиться на русский. Для получения аттестата по этому предмету нужно набрать не меньше 24 баллов. А для аттестата с отличием – от 70 и выше. Ну а для подачи документов в ВУЗ потребуется больше 35 баллов по дисциплине. Задействованы 19 аудиторий у нас. Также задействована одна аудитория ОВЗ, спецрассадка. Все аудитории соответствуют требованиям, методическим рекомендациям и проведению единого государственного экзамена – 20-24. Что касаемо безопасности, обеспечен. Кинолог утром обследовал пункт и находятся полицейские. Самый массовый экзамен в 116 пунктах региона пишут без малого 15 тысяч выпускников. На это им дается 3,5 часа. С собой в аудитории только ручка, паспорт и вода. Остальное, включая перекус и при необходимости лекарства, дожидается за дверью. Результаты этого ЕГЭ станут известны не позднее 14 июня. Резервная дата для сдачи русского – 17-е. Ну а пересдать экзамен можно будет в июле 4-го числа. Алина Николаева, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.